Без отопления в таких условиях вот уже 7 лет находятся жители одного из лисичанских общежитий. Зимой в их комнатах не больше 5 градусов тепла. Чтобы выжить, люди греются газом и электроприборами. За это ЖЭК выставляет им непомерные щита. Есть ли надежда на человеческие условия проживания, узнавала Наталья Войнова. Постоянная сырость, холод и плесень на стенах. В таких условиях Ольга с сыном живут больше 6 лет. В угловой комнате их пожилой соседки от влаги трескается потолок. Электрический обогреватель помогает слабо. На термометре 4 градуса. Конвектором. А внутри 20. Поможет что-нибудь. Бутылочку обнимаю с горячей водой. Это общежитие раньше принадлежало содовому заводу. Люди говорят, что тогда здесь жилось комфортно. Была горячая вода, централизованное отопление и услуги стоили недорого. В 2009-м здание передали на баланс ЖЭКа. С тех пор оно без отопления, а цены за обслуживание выросли непомерно. Причем общую площадь тоже учитывают. Мы бы согласились оплачивать коридоры максимум по цене придомовой территории, но не по цене квартплаты. Ну, с ума сойти. У меня 33 квадрата жилой площади, мне выставляют 55 квадратов. Люди рассказали, что систему отопления ЖЭК вырезал без ведома и согласия жильцов 7 лет назад. Везде повырезали все. Мы пришли с работы, все, голые трубы стоят. Мы добиваемся, чтобы у нас хотя бы был или отопление нам сделали, назад поставили, или, хай, у нас будет электроотопление, трехтарифный счетчик, чтобы мы могли оплачивать, какие-то льготы. Комендант общежития уверен, что счета за коммунальные услуги выставляются справедливо. Газ на всех поровну, а электричество индивидуально кто сколько использовал. А в холоде жильцы виноваты сами, потому что накопили долги. На сегодняшний день долг по общежитию составляет 105 тысяч, это жильцы должны ЖЭКу, 105 тысяч 380 гривен 89 копеек. То есть жильцы не платят. Это считается временное жилье, потому что люди стоят на очереди на квартиру. И очень нужны большие вложения. Если бы люди погасили долги, была бы возможность, то есть сумма, провести сюда отопление. Но вопрос так и завис. Комендант в общежитии ходит в верхней одежде и бурках, хотя работает практически в тепличных условиях, под пленочным каркасом. По телефону нам дают возможность задать вопросы начальнице ЖЭКа. Мы отоплением не занимаемся, мы его не подаем. Оно отрезано, отопление за неуплаты. По моему мнению, надо, чтобы они в жилом жилом доме, если они не хотят, но и предлагали. А там бы можно было какие-то инвестиции подвезти. А в общежитии, к сожалению, нет такой законодательной базы, чтобы туда ввести какие-то инвестиции. Только если они будут с жилым домом. Они отказались. Привлечь деньги из бюджета города, области и гранты для подключения отопления вполне реально. В этом уверен местный депутат, который взялся помочь жильцам. Уже составили обращение к мэру, губернатору и в министерство ЖКХ. Отключенным в одностороннем порядке от центрального отопления. В 2012-2013 году в городе Лещанске достаточно большое количество квартир было за счет данных денежных средств, обустроенных индивидуальным отоплением. Данный дом вообще забыли включить в эту программу. Если программу разработают, в нее внесут и другие дома в районе Кировой горы, которые также не отапливаются. Наталья Войнова, Роман Царевский, Падии.